Ставим на запись. Итак, сегодня снова с вами я. Надеюсь, не надоело через день, но как получается. Точнее, если ни у кого больше не получается, никто не изъявляет желания, значит будете видеть меня. Меня зовут Виктория Хилько, но я думаю, что все, кто сегодня присутствует и все, кто подтянутся, это уже достаточно большие лидеры, даже 3% это уже большой лидер, большой молодец. И сегодня мы с вами разберем очень важную тему, очень актуальную, поскольку, во-первых, на носу у нас поездка в Египет, счастливые обладатели получат в подарок от своих наставников эту поездку. Ну, а во-вторых, 50 баллов это хороший стимул, для чего, зачем новички и начинающие лидеры, опять же, задают много вопросов, но во всем этом мы сегодня с вами и разберемся. Итак, личный объем 50 баллов, зачем нам это нужно? Если вы пришли сюда строить бизнес, то я считаю, каждый из вас просто обязан делать 50 баллов. И неважно, новичок вы только в этом деле или уже, да, какой-то, может быть, представитель другой сетевой компании или еще как-нибудь, но если вы настроены серьезно, то 50 баллов вы должны делать. Сегодня я не хотела вам давать наши правила 3П, мне кажется, там, или 4П, они уже настолько приелись, и я решила немножко покреативить и расшифровать вам фразу, поскольку большинство нас здесь из Беларуси, и у нас компания Faberlic это иностранное общество с ограниченной ответственностью, я думаю, что в других странах, кроме России, это тоже иностранное общество. Но, тем не менее, несмотря на это, вот все эти ИООО должны выполняться во всех странах независимо. Беларусь, это Россия, Казахстан, Украина, либо еще какие-то другие страны, а их у нас, слава богу, много. Бизнес международный строить с нами легко. Итак, первое, что вам нужно делать, это инвестировать время. Многие считают, что делать 50 баллов это инвестиция. Но скажите мне, пожалуйста, если вы приходите в магазин, да, вы все равно в магазине покупаете гели для душа, вы все равно покупаете помадки, вы все равно покупаете шампунчики, бальзамчики, в общем, все, 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 что только нужно нам, девочкам, вы все это покупаете. Вы же не считаете это вложением? Или вы тоже приходите в магазин и говорите, вы что, я же вас инвестирую? Ну, значит, надо открывать свой магазин, тогда инвестировать в свой магазин. Поэтому здесь мы инвестируем время. И чем больше мы инвестируем сюда время, тем быстрее у нас будет результат. Вы согласитесь, вы ходите на работу, вот, среднее, наверное, сколько, 8 часов, да, ну, кто-то там больше, кто-то меньше, но, тем не менее, 8 часов. На работе вы работаете 8 часов и получаете среднюю зарплату. Я беру по своему городу, ну, вот, женщина может заработать где-то 300, ну, максимум 500 рублей. Это максимум 500 рублей, что можно у нас заработать. Так почему же, когда вы приходите сюда, то вы хотите даже часа, не уделяя времени, зарабатывать уже большие суммы? Ну, такого не бывает. Я думаю, что вы со мной полностью согласны. Поэтому время, вот, это, наверное, единственная большая инвестиция, которую мы вкладываем сюда. Дальше нам нужно организовывать личный и групповой товарооборот. О групповом мы с вами говорим, о рекрутинге и так далее. Сегодня мы говорим о личном товарообороте. Личный товарооборот 50 баллов. Опять же, если вы считаете, что это инвестиция, и вы готовы, ну, строить бизнес, то, пожалуйста, но я не считаю, что это инвестиция. Я все равно покупаю своим детям одежду, я все равно покупаю себе и мужу одежду. Я все равно моюсь, стираюсь, убираюсь. Вот, слава богу, ассортимент у нас, да и бог, в каждой компании такой ассортимент. Это, не знаю, это не просто интернет-магазин, это гипермаркет у нас какой-то. Вот, например, ну, этим летом я для себя, вот, лично и для мужа ни одной майки на рынке, там, или в магазине не купила. У меня все от компании Куперлик. Детям то же самое, там, шортики, маечки, все, что необходимо. Плюс качество хорошее, цены намного ниже магазинных. Дальше, что еще там, ну, уходовые средства за волосами. Сейчас многие будут спорить, что вот, там, мне не подходит. Ну, у нас есть разный большой ассортимент и шампуней, например. Есть бессульфатные шампуни, да, они подороже, но они везде подороже идут, а в магазине они еще дороже, нежели у нас. Есть шампуни, да, там, очень экономные, очень дешевые, и, кстати, они неплохие. Я, ну, покупаю такие шампуни за 2 рубля, это вообще, мне кажется, смешная цена для шампуня. Точнее, даже со скидки консультанта, при условии, что я делаю 50 баллов, мне где-то выходит рубль 70. Ну, то есть, и даже меньше 4 рублей, да, шампунь и бальзам. Это вообще здорово, вот, учитывая то, что, опять же, в небольших городах заработные платы низкие, то с нашей компанией не просто, это, я даже не знаю, как это назвать, это просто нужно обязательно всем сотрудничать, потому что она очень сильно экономит ваш бюджет и ваш кошелек. Дальше, организовывать рекрутинг, об этом мы с вами говорим, приглашаем новых потребителей и партнеров, об этом мы с вами вот в понедельник буквально разговаривали. Организовывать обучение, то есть учиться самим и обучать своих новичков. Очень нужно самим ходить на вебинары, самим проводить вебинары, для того, чтобы ваши новички брали с вас пример, и им тоже хотелось проводить вебинары, хотелось быть такими, как вы, хотелось расти, потому что, если вы, я считаю так, что новичок трехпроцентник, ну, в принципе, новичок трех шести процентов, это уже достаточно такой хороший лидер, начинающий, но хорошо, уверенно идущий, и он спокойно, например, может провести вебинар про акции каталога. Вот начинается у нас каталог, всегда у нас идет вебинар по акциям каталога. Я считаю, что новичок может прослушать, может просмотреть информацию, которую дает компания, а потом для своей команды тоже провести вебинар. И сейчас вот мы активно задействуем наших новичков, ну, по крайней мере, мои уже новички изъявляют желание, и это очень здорово. Дальше, уже от 9% и выше, это уже, я считаю, крепко стоящие на ногах лидеры, у которых за плечами уже немаленькая команда, и которые просто обязаны проводить вебинары. Это могут быть как мотивационные вебинары. Вы постоянно учитесь, вы постоянно узнаете что-то новое, не только на наших вебинарах. Я больше чем уверена, что большинство из нас, я даже хочу сказать, наверное, все из нас смотрят и на Ютубе какие-то ролики, и марафонники какие-то проходят, и посещают там различные обучения, поэтому почему бы не взять и не провести для новичка? Страшно? Ну, да, страшно. Вы знаете, мой первый вебинар проходил через Ютуб, это была прямая трансляция. Было страшно? Не сказать. Я после вебинара выпила, не знаю, наверное, трехлитровую банку воды, потому что у меня так все пересушило, у меня так всю три слоя колотило, ноги, руки. Но, тем не менее, я это сделала. Нужно получить такой опыт, нужно получить этот адреналин и идти дальше. Потому что если вы не проводите вебинары, ну, о каком директорстве, о каком росте мы с вами можем говорить, когда мы сами не готовы быть директорами, значит, куда за нами пойдет структура. Да никуда она не пойдет. Ну, и нужно быть, конечно, активными, целеустремленными, позитивными и терпеливыми. Это самое важное у нас здесь. Дальше. Что дает нам личный объем 50 баллов? Ну, 50 баллов, если вы просто покупатель, то, конечно, вы можете и не делать. Хотя это даже для просто покупателей делать выгодно. Потому что вы увеличите свою скидку консультанта с 20% до почти 26%. Это выгодно. Посчитайте 6%. Это достаточно неплохая сумма для экономии. Дальше. Начисление выплат на внутренний счет или банковский счет. Все мы знаем, что чтобы нам приходила выплата за наши новые уровни, за наши новые звания, нужно делать личный объем 50 баллов. И вот именно этот личный объем дает нам право того, чтобы нам зачислили денежку на счет. Открыть банковский счет вы можете с уровня 15%. И тогда вся ваша зарплата уже будет приходить не на счет Фоберлик, а на вашу карточку. Вы их можете снимать. Платить, конечно, налоги с этих денежек, да, все отчисления и остальное спокойно тратить. А до 15%, ну, в принципе, до того момента, пока вы не откроете, и вы будете денежку получать на внутренний счет. И это, кстати, очень здорово. С этой объемной скидкой, она называется, вы сделаете 50 баллов вообще легко. Девочки, напишите в чате, кто вот сейчас уже получает. У нас тут много и 9%-ников, и 6%, я смотрю, и директора есть, и кого у нас тут только, в общем, нет. Ну, я думаю, что все уже начинают понемножку объемную скидку получать, да, уже с уровня 9%. Это достаточно хорошая там скидка 800 рублей где-то. Так, нет, не 880 рублей, поэтому на 80 рублей можно хорошо сэкономить. То есть, смотрите, вам начислили 80 рублей, а эта денежка будет учитываться в счет ваших заказов, то есть отниматься от суммы ваших заказов, и платить вы будете не целую, не полную стоимость за заказ, а всего лишь 35%. Это примерно третья часть от всей суммы вашего заказа. То есть, если у вас заказ на, сколько там, допустим, на 300 рублей, да, то вы заплатите только третью, ну, в эквиваленте, это я просто, грубо говоря, да, то заплатите вы всего лишь одну третью часть, и это где-то 100 рублей. Ну, почему, это же выгодно, мне кажется, это очень выгодно. Ну, в том случае, если, конечно, у вас будет хватать этой суммы, если у вас заказ на 300 рублей, а объемная скидка у вас всего там 2 рубля, то у вас просто отнимаются эти 2 рубля. Ну, в общем, это очень выгодно. Девочки, напишите в чате, потому что я смотрю, и новички начали подтягиваться. Выгодно ли делать вот 50 баллов расти, чтобы потом получать эту объемную скидку? Сколько всего себе можно набрать-то, вы не представляете. Я когда вот росла, получала эту объемную скидку на счет, я покупала себе все. У нас просто были шкафы заваленные, одежды, потому что, ну, это получались совсем копейки, учитывая то, что еще были другие заказы, то есть своих денег я вообще туда не вкладывала. То есть наш семейный бюджет не страдал абсолютно никак, а только, наоборот, преувеличивался. Дальше. Больше баллов по накопительной программе. Все мы знаем, что в нашей компании можно баллы обменивать на продукцию, и чем больше баллов, тем больше, конечно, вы обменяете, на большее количество вы обменяете продуктов. Поэтому за 50 баллов можно набрать, ну, допустим, у нас есть товары и за 5 баллов, и за 10, и за 15, и за 25, и так далее. И пошло прям там до 2000, по-моему, даже больше. Вот, поэтому набрать вы можете всего-всего-всего, чего только пожелаете. Бесплатно, ну, всего, по-моему, одна 10 копеек стоит обмен на продукт. Ну, это действительно копейки. Дальше. Новички за участие в стартовой программе заберут свой подарок, в случае, да, 50 баллов, это где-то и выходит около 140 рублей заказ, то они заберут свой подарочек всего за 3 рубля за шаг. А подарки за шаги у нас замечательные просто, и новички эти подарки не то, что вот они фиксированы, а новичок сам может выбрать, сам может выбрать себе оттенок губной помады, который ему подходит, выбрать кремик, который ему подходит, не подходит ему там для жирной кожи, он берет себе для всех, допустим, просто типа кожи или там для сухой кожи. Поэтому в этом плане компания нас, конечно, даже немножко балует, наших новичков. Ну, и это здорово. Дальше. Вы делаете 50 баллов, и ваши партнеры также делают 50 баллов. Ну, дурной пример и заразителен, как говорится. То есть, конечно же, ваши люди будут спрашивать, а сколько вы получаете, сколько вы зарабатываете, а делаете ли вы сами этот личный объем. Ну, и будет видно, если вы не делаете личный этот объем в 50 баллов, будете обманывать своих новичков, новички сразу это почувствуют, и тоже не будут ничего делать, будут и вас обманывать. Ну, вы-то увидите, что они не делают 50 баллов. Но и так вот пойдет, в общем, по цепочке вниз, и никакого роста у вас не будет. Поэтому 50 баллов нужно делать. Опять же, повторяю, что те, кто пришел строить бизнес, прям с первого каталога нужно начинать делать эти 50 баллов. Я, когда пришла в компанию Фаберлиф, я единственный каталог, который не делал 50 баллов, это был мой первый каталог. Вот в январе месяце я пришла, и в этот каталог я сделала там 31, может, балл, ну, что-то вроде этого, 30 баллов, в общем, я сделала. Все остальные каталоги я делала от 50 и выше. Когда у меня была такая хорошая, большая объемная скидка уже там на 9, 12, 15 процентов, то я делала и по 300 баллов личного объема, потому что я, это очень выгодно, ну, забирать продукцию себе. Просто мне хотелось там и сумочку взять, и не одну, а две сумочки, там, ремешки, колечки. В общем, ну, аксессуаров больше пошло, там, белье. Белье какое у нас замечательное от компании Флоранш. Но мне даже больше нравится наше фаберликовское белье. Поэтому, в общем, я набирала все, что хотела, все, что мне нравилось. Поэтому возьмите себе на вооружение 50 баллов для тех, кто пришел строить бизнес. Кто пришел строить бизнес серьезно, это просто, я не знаю, нам надо себе записать и всегда выполнять. Как сделать личный объем 50 баллов? Вообще 50 баллов для кого-то кто-то кричит, что это очень тяжело, кто-то кричит, что это вообще очень мало. Но я считаю, что в нашей компании не делать 50 баллов, ну, это просто грех такое говорить. Потому что ассортимент компаний настолько велик, ну, что просто невозможно не сделать эти 50 баллов. Единственное, что вам нужно сделать, так это полностью перейти на потребление в ваш личный кабинет, в ваш личный интернет-магазин. Я полностью отказалась, вот с первых дней я полностью отказалась от каких-либо других магазинов. И мы с мужем смеялись, что единственное, чего у нас здесь не хватает, так это туалетные бумажки. Так бы и за ней не пришлось в магазин идти, потому что действительно это нечто. Здесь есть все и для мужчин, и для женщин, и для детей, и для новорожденных, и вообще для самых взрослых, от мало до великого, в общем. Поэтому не ленитесь, листайте каталог, и не ходите там за дезодорантом или за тушью в магазин, а купите ее у себя. Дальше. Личное потребление, да, как делать? Ну, во-первых, вы покупаете для себя. Вот так делаю я. Вот я смотрю, прохожусь там, ну, раз в неделю, там, когда оформляю заказ, я прохожусь по комнатам, да, там, заложу в детскую косметику, в свою, там, в ванную, захожу на кухню, смотрю, если там у меня все средства хватает, и по списочку. Так, средство для мытья посуды заканчивается, надо, чтобы было там для духовок и плит, мыло жидкое нужно уже, кондиционер заканчивается, порошок. И все, вот так в список написала, пошла оформлять заказ. Там мужу что-то надо, там, пены для бритья, может, лосьон какой-то, там, тоже шампунька, в общем, и пошло, и поехало по списку. Дальше. Можно обратиться к маме, к папе, к родственникам, в общем, к брату, к сестре. Я думаю, что они тоже с удовольствием, если вы их об этом попросите, не надо стесняться, не надо бояться, если вы их об этом попросите, то они точно так же будут заказывать у вас и перейдут на потребление в ваш интернет-магазин и не будут покупать это в обычном магазине. Просто нужно попросить. Дальше. Ваши друзья, знакомые, коллеги, соседи. То есть, если вы личный объем, да, не можете сами сделать себе для своей семьи только купить, хотя я считаю для человека, для семьи из четырех человек, вот, например, наша семья, то 50 баллов, которые сделать, ну, легко, достаточно легко с нашим ассортиментом. Опять же, повторяюсь. Так, чат там что-то пестрит, почитаю попозже. Здесь вы можете подключить своих друзей, знакомых, коллег, соседей. Я думаю, что они тоже не откажутся и будут заказывать тоже у вас, если вы сделаете им какое-то выгодное предложение. Положите туда заказик у каталожек, делайте, может быть, какую-нибудь скидочку, положите весь заказик в красивый наш пакетик. У нас вообще оранжевые небольшие пакетики, это просто бомба. Мои все, мои все, как их зовут? Ой, к вечеру уже голова не соображает. В общем, все те, кто у меня заказывают, я им постоянно ложу какой-нибудь маленький подарочек, какой-нибудь наш продуктик, то ли на баллы я обмениваю, там, кремик какой-нибудь или мыльце, и им ложу в заказик. И в этом оранжевом пакете они просто все в бешеном восторге от этого. Дальше. Предлагаем друзьям в соцсетях, если вы... Так, а с клиентой спасибо уже к вечеру совсем, совсем все плохо становится. Друзьям в соцсетях, их у вас много, да, например, вы же, допустим, не живете с теми людьми, с которыми вы учились в универе, или там, да, ваши одноклассники куда-то поразъезжали, да, и родственники ваши не живут в одном городе, да. Предложите им в соцсетях полистать каталог, ничего в этом страшного, оформите заказ на их пункт выдачи, еще лучше предложите им точно так же оформить дисконт. Будет выгодно и им, и вам. Следующее. Подарочки. Опять же, говорю, что вот своим клиентам я ложу какой-нибудь подарочек. Или мыло, или кремик там, или гель для душа, или вот пробники для дома там ложу. Ну, в общем, что у меня есть сюда, в запасе, что у меня есть, то, что я заказываю для них, то туда и кладу. И, конечно же, каждому клиенту кладу каталог. Я на этом не экономлю, лучше я там переплачу рубль, зато я точно знаю, что они его посмотрят и что-то, да, закажут. Дальше. Подарки для родных, знакомых, подруг. Вы идете на день рождения, вы едете на какой-то там, я не знаю, праздник, просто так идете в гости, не с пустыми руками, чтобы прийти, возьмите что-нибудь из нашей продукции. Например, идете в гости к малышу, у нас есть отличная серия для мальчиков и для девочек, такая яркая, красочная и при этом очень вкусная. Вкусная в том плане, что и пахнет вкусно, и очень красиво она упакована, очень красивые баночки, особенно для девочек. Поэтому, ну, возьмите там шампуньку, спрей для волос, может быть, блеск для губ, им будет очень приятно. А вам, вместо того, чтобы купить им, допустим, какую-то шоколадку, портить зубки, да, у вас будут уже пару баллов в корзинке лежать. Ну, праздники там, Новый год, или какие-то там, 8 марта, я не знаю, вон день семьи был, сегодня день шоколада. Поэтому подарки можно дарить каждый божий день. Корпоративные подарки, вот на такие большие праздники, как Новый год, 8 марта, 23 февраля, все организации ищут, все до одной организации ищут подарки. Поэтому, если вы им предложите, а для них же опять по корпоративному заказу будет скидка 25,8%, то это очень выгодно. Баллы вам набегут буквально за один корпоративный заказ. Больше 50 баллов вы сделаете, это однозначно. Совместная покупка. Совместная покупка, ну, это опять же, если вы объединитесь там с родными, с близкими, там, с друзьями, вы можете предложить им, допустим, скидку. Ну, родным, понятное дело, что все мы делаем со скидкой, я думаю, все так делают. Поэтому объединить им выгодно и вам хорошо. Совместная покупка вообще сейчас очень актуальная вещь. Посмотрите на продаваших одежды, они постоянно пишут, давайте сделаем совместные покупки, ищите там сами себе какую-нибудь там подружку, кто закажет, и там скидки делают, и заказывают, чтобы размеры, да, заказать, чтобы партию заказать. Поэтому почему бы вам не объединиться? Я уверена, я это точно знаю, что в вашем окружении, в вашем городе, например, есть люди, которые не хотят регистрироваться. Ну, не знаю, то ли они выгоды не понимают, то ли просто у них такое убеждение, они не хотят регистрироваться, но они бы с удовольствием купили продукт, если бы и не сделали скидку. Поэтому можно объединиться с такими людьми, то есть вы оформляете заказ, заказ со скидочкой, а они забирают заказик, вам идут баллы. Ну, как вариант, почему бы и нет. Обязательно берите рекомендации. Дали кому-то заказик, просите, может, просите рекомендацию, просите там либо каталог занести на работу куда-нибудь, либо чтобы этот человек вам там дал номер телефона или написал там знакомых, которым было интересно, либо ваше предложение какое-нибудь, да, то же самое, либо вот полистать каталог. Не бойтесь просить. Просить помощи не стыдно, запомните это. Дальше. Какие инструменты мы берем с собой для работы? Начала я с нуля, потому что, вы знаете, вот все строители, допустим, все выводят под ноль. Вот у нас сейчас шла стройка, но она, в принципе, идет, и мы выводили под ноль. Все под уровень, все под ноль. Так и у нас нужно вывести все под ноль и начать с действий. Начать хоть как-то шевелиться, хоть куда-нибудь двигаться. Дальше. Нам нужно улыбаться и всегда быть на позитиве. Помните глухую лякушку? Вот, обязательно исключаем здесь негатив и только позитив, и идем к клиентам, к своим консультантам только с улыбкой. Дальше. Каталог. Каталог бумажный, каталог электронный. Бери, работай, не хочу, как говорится. Берите, главное, и работайте. Здесь нет ничего плохого, здесь нет ничего зазорного. Предложить каталог – это абсолютно не стыдно. Но стыдно, когда у вас в кошельке нет денег, купите ребенку конфетку. Вот это стыдно. А предложить каталог – это совершенно не стыдно. Или предложить строить бизнес в нашей компании или стать консультантом. Поэтому выбросьте всю эту чушь из своей головы. Дальше. Подарки и пакетики, как я уже рассказывала. Скидка. Можно проводить соцопросы. Соцопросы можно проводить как в соцсетях, так и выходить на улицу с соцопросами, брать контакты или обменивать контакты, допустим, на каталоги или на какие-то подарочки, презентики. В общем, как вам будет угодно. Можно проводить лотерейки. Ну, опять же, это, наверное, больше для тех, кто работает с промо-стойками, но как вариант, мне кажется, отлично. Листовочки. У нас компания предлагает листовочки. Можно пораздавать листовочки. Это тоже не стыдно, это тоже не страшно абсолютно. И, конечно же, это соцсети. Это обзоры и фото. Не перестану вам просто кричать о том, что вам обязательно нужны YouTube-каналы, если вы будете, ну, не можете вы еще там какую-то полезную учебную, скажем так, обучающую информацию дать. Снимайте обзоры. Обзоры просматриваются очень круто. Все люди хотят знать отзывы, покупать им это или нет. Поэтому пришел ваш заказик, сняли отзыв, выбросили себе на страницу в соцсетях. Ваши друзья посмотрели и купили то же самое. Сделали фотки там в Instagram, забросили и какой-то там отдых тоже к этой фотографии написали. Поэтому ничего, не бойтесь, не бойтесь вот этого прям делать. YouTube, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники. Вот самые популярные соцсети, в которых вы должны пестрить не только личным брендам, но еще и тем, чем вы пользуетесь и какой главный результат вы получаете. Опять же, формула, снова секретная директорская формула. Ничего нету такого сложного. Рекрутируем 300 человек с минимальным заказом на 10 баллов. Это вот средний статистический заказ на 27 рублей. Это примерно в среднем 10 баллов. Вот каждый оформляет минимальный заказ, это 10 баллов. 300 таких человек, и вы директор. У вас есть 300 человек, значит, вы не дорабатываете со структурой. Поэтому берите ее в обороне. Можно найти 600 человек, которые будут делать по 5 баллов, и вы снова директор. Можно 120 человек взять, которые будут делать по 25 баллов, и это уже 3000 баллов. А можно найти точно таких же людей, как вы, которые будут делать по 50 баллов, когда вам понадобится всего 60 человек. Скажите, вы в силах найти, пригласить и зарегистрировать 60 человек? Продолжение следует... А можно и 30, действительно, 30 человек по 100 баллов. Это вообще замечательно делать. Делать 100 баллов это VIP, а VIP-стаж дает нам еще больше преимуществ и привилегий. Конечно, мы в состоянии найти точно таких же людей, у которых горят глаза, которым нужны деньги, которые хотят улучшить свое финансовое состояние. А возможно, есть те люди, которым нравится просто они в сумасшествии от нашей продукции. Я знаю таких, я сама такая. Вот, и у меня в структуре есть такие люди. Может быть, есть люди, которым просто нравится вот эта движуха. Они готовы ради этой движухи, да, делать 50 баллов. Такие люди тоже есть, и они точно так же есть у нас. Поэтому это несложно. Даже найти 300 человек, ну, я считаю, за год 300 человек найти с теми методами, которые мы вам предлагаем, с тем обучением, которое мы вам даем. Мы просто говорим, берите, делайте. Вы прослушали вебинар? Берите, делайте, идите. Пожалуйста. Нет, просто большинство из присутствующих, просматривающих вебинар даже в записи, Они просто посмотрели, думают, ага, сказала, ну, хорошо, я услышала. И пошла дальше лежать на диване. Поэтому берите и делайте. Что же вам даст личные 50 баллов и уровень директора? Ну, во-первых, 50 баллов, вам будет приходить денежка. Сейчас у нас стартует офигенный просто проект, по-другому его никак назвать даже нельзя. При участии в котором вы получите путевку в Египет. Ну, за мой счет, имеется в виду за счет своего наставника, да. Поэтому кто еще, не знаю, может быть, у кого-то сомнения какие-то. Кто-то думает, может, что невозможно сделать 50 баллов. Девочки, все возможно, только захотеть. Поставьте на весы вот 50 баллов и путевку в Египет. Ну, это того вообще не стоит, страха вашего вообще не стоит бояться. Представьте, через год, вот ровно через год мы с вами будем уезжать там где-то на Красном море, будем вверх загорать на солнышке. Все вместе, все дружно. Это здорово. И я готова подарить путевку тем, кто будет работать. Причем они получат и директора, остальные все тоже готовы подарить вам эту путевку. Только, пожалуйста, берите, действуйте. Да, есть какие-то определенные у нас условия. Это 50 баллов личный объем каждый каталог. Это рост до директора, это 3000 баллов в течение года. И это посещение обучения. Но это же, согласитесь, что это не такие высокие требования. И при этом все, вы ничего не теряете, а договор с вами заключает обитание, чтобы если вы выполнили условия, ваш наставник никуда не смог бежать и точно купил вам путевку. Да, Юль, можно действительно найти, делать эти 50 баллов, если будут желания, если будет азарт, если будут гореть глаза, то вы эти 50 баллов будете делать просто легко. Главное задаться целью. Вот вы один раз делали 50 баллов, это сложно. Вы второй раз делали 50 баллов, это сложно. Но на третий это уже легко. Поэтому не бойтесь этих 50 баллов, а путевку за них вы уже можете получить. Дальше. Вы получите доход директорский 450-600 долларов каждые три недели. Ну, это средняя, да, такая сумма директорская, если брать там от 3000 баллов. Если у вас просто ширина нет никаких лидеров под низом, то это 600 стабильные там долларов. Если там где-то есть уже какие-то веточки растущие, то это где-то, ну, в районе 450 долларов. Девочки, вот напишите, какие у вас зарплаты на работе. Ну, вот я знаю, что у нас, конечно, тут много и мамочек сейчас в декрете. Ну, вот напишите, сколько у меня сейчас детское пособие или сколько вы зарабатываете, ну, работая на госработе. Вот я вам хочу сказать, моя зарплата на госработе составляла где-то, ну, 350 рублей. Ну, там, если при хорошем, при хорошей премии, там, ну, до 400 рублей. Так, 300 рублей детское пособие. Вот скажите мне, реально за 300 рублей ребенка обуть, одеть и накормить за месяц, да? Мне кажется, тут только памперсов нужно на 300 рублей купить каждый месяц. Пособие 450, зарплата. О, зарплата уже хорошая. 850, в принципе, это хорошая зарплата. Это почти наша директорская зарплата. 750 рублей. Девочки, расскажите мне, где вы работаете, в каком городе, где такие зарплаты платят? 500 долларов. Ну, 500 долларов, мне кажется, платят хорошо вот, ну, на заводах, наверное, каких-то. Или если вы в какой-то хорошей компании имеете руководящую должность, тогда, да, я с этим с вами, конечно, не поспорю. То там будут хорошие зарплаты. Ну, вот уже на двоих 670 рублей уже пособие как-то более-менее ощущаемо, мне кажется. Но все равно для двоих деток 670 рублей это... Это... А, ну, главным бухгалтером, да, возможно. Ну, кстати, вот мне предлагали должность главного экономиста. Я всеми руками и ногами упиралась, сказала нет ни за что, потому что мне кажется, что сейчас не то время, когда нужно быть главным бухгалтером на каком-то особенно госучреждении. Мне кажется, что это очаровато очень большими последствиями, поэтому я отказалась и ушла работать на себя в Фаберли. 350, да, Катя, у меня точно такая же зарплата была. 350 рублей. Что я могла себе позволить? Да ничего. И своим детям я тоже ничего не могла, в общем-то, позволить. Хорошо, что у меня муж, ну, вот у мужа зарплата то еще неплохая, где-то 1000 рублей. Ну, это 500 долларов, да, это, в принципе, хорошая зарплата. Если бы не было мужа, вот знаете, есть же мамочки-одиночки, у которых, которым папа сказал, да, до свидания, то 350 рублей, ну, как жить? Вот скажите мне, как жить? Поэтому, видите, 450, 600 долларов, причем это каждые три недели. Если брать, что 600 долларов, это где-то 1200 рублей, 1200 мы делим на 4, это еще 300 рублей, значит, в месяц, получается, за 4 недели 1500, понимаете? 1500 рублей, то есть это сколько, 750 долларов в месяц вы будете получать, когда станете директором. При этом вам никто не будет по голове стучать, вас там не будут терзать на работе и трепать вам нервы, вы будете сидеть дома, и дети у вас будут под присмотром, и муж, и накормленные, и сытые, и постиранные, в общем, все, потому что, конечно же, никто женских дел не отменяет, конечно, например, мне муж очень помогает сейчас сильно, очень много помогает, как-то у нас уже начинают обязанности распределяться 50 на 50, но у моего мужа такая работа, что он дома бывает, конечно, в будние дни очень редкий, и все равно вот эти дела с семейной уборкой, стиркой, глажкой, готовкой ложатся на мои плечи, но тем не менее я это делаю спокойно и иду спокойно работать в интернете. Дальше вы можете также получить единовременную премию в размере, сколько это долларов, в общем, ну в размере почти 750 долларов, при условии того, что вы закрываете звание директора, в квалификационный бонус вы этот получаете, а если вы новичок и выполняете условия быстрого старта, кто не знает, что такое быстрый старт, бегом спрашивать у своего наставника, а вдруг вы еще туда попадаете, под этот быстрый старт, если вы выполняете условия, тогда вы получаете двойной этот квалификационный бонус, и в звании директора это, вот сколько это получается, полторы тысячи долларов почти. Ну, мне кажется, это очень здорово, и над этим стоит задумываться, если вы новички. Дальше вы получите, конечно, поддержку от команды, от всей, у нас чат очень дружный, всегда кто-то приходит на помощь, ну и, конечно, от вашего наставника лично. И приобретете, конечно, не только новое знакомство, но и действительно верных друзей. У меня уже такие появились, я уже спокойно могу некоторым своим лидерам позвонить и обсудить дела не только насущные в компании, но и дела, так сказать, семейного плана, семейного характера. Девочки, я прошу прощения, одну минуточку, вот у меня дочка требует. Так, я снова с вами, мужа нету, поэтому занимаю дочку, но как-то уже ей там поднадоело одной сидеть. В общем, получаете вы очень-очень много, поэтому берем быка за рога и начинаем активно работать. И надеюсь, что вот в Египте, на этом белоснежном песочке, на Лазурном берегу, мы с вами через год будем валяться, загорать, в общем, отдыхать как надо. Я думаю, что многие даже и не были на море. И я, если честно, если бы не пошла работать в компанию Фаберлиф, то море бы мне еще, конечно, только снилось бы. Поэтому для кого-то это может быть огромной мотивацией. Для меня это была огромная мотивация, когда я пришла работать в компанию. У меня, я просто жила каждый день этим, то что я открою звание, я там открою-закрою звание директора, пойду выше обязательно. Мы купим машину и поедем на ней на море. Так и случилось. Мы купили машину и купили машину, через месяц поехали на ней на море. Это было круто и здорово. Дальше, девочки, хочу напомнить вам, что для моей структуры розыгрыш, еще раз повторяю, что этот розыгрыш находится у меня в группе. Поэтому заходите и там оставляйте комментарии. Я посмотрела по отчетам уже у ваших консультантов тоже достаточно баллов по 15. Поэтому не забывайте им присылать условия розыгрыша, чтобы они присваивали себе номерки и участвовали в этом розыгрыше. И сегодня я, как и в понедельник, хочу пожелать вам активных действий, чтобы приобрести пассивный доход. Стать вот этой глухой лягушкой, я думаю, что вы о ней помните, вспоминаете часто. И не стать вот такой вот бабочкой в руках одного юноши. Расскажу вам сейчас о руках какого юноши. Я думаю, вы тоже слышали такую небольшую притчу. Однажды один простой юноша решил проверить мудреца, насколько же он действительно мудрец. Он поймал бабочку, взял ее в ладошку, сжал в кулак и подумал. Пойду к мудрецу и спрошу у него, жива или мертва бабочка. Если скажет, что она жива, тогда я сожму кулак посильнее и бабочка умрет. А если же она скажет, что мертва, я открою руку, открою и на ладошке будет живая бабочка. Подошел он, в общем, к мудрецу и спрашивает, живая или мертвая у меня бабочка. А мудрец говорит, ты знаешь, дорогой юноша, здесь все зависит только от тебя. Как ты захочешь. Если ты захочешь, то бабочка будет жива. Если ты захочешь, то бабочка умрет. Поэтому я желаю вам, чтобы вы всегда были за вот это живое, чтобы вы хотели, вы дерзали, вы шли вперед, не останавливаясь, не смотрели никуда назад. И вы знаете, все зависит только от вас. Вот как в песне, все зависит от нас самих точно так же. И к нашему большому сожалению, к нашему большому сожалению всех наставников, то мы не можем вас оставить ни работать, ни оформлять заказы, ни еще что-то. Пока вот вы не найдете ту цель, пока вы сами себя не замотивируете, вы не сдвинетесь с места. На этом, в общем-то, все. Если у вас остались вопросы, вы мне пишите, пожалуйста, в чате. Мы на них сейчас быстренько и ответим. Пожалуйста. Ну что, вопросов так больше нету? Ну, в общем, как обычно, если возникают вопросы, вы знаете, где меня найти. Поэтому снова вам желаю кому-то спокойной ночи, кому-то неспокойной, активного рекрутинга. И дерзайте, мои хорошие, все у вас впереди. И все самое светлое, и все самое хорошее тоже. Спасибо.